Здравствуйте! Я еще раз представлюсь, меня зовут Лакшмин Райан Дасс. Итак, мы сегодня начнем нашу третью лекцию, которая посвящена теме ведическая астрономия, космография и частичная уфология. Наша Вселенная имеет форму яйца, эллипсообразную форму, имеет 14 планетарных систем, 7 высших планетарных систем и 7 низших. Земля относится к средним планетарным системам, седьмой уровень мы имеем, то есть самая низшая планета среди высших, после нас уже низшие планеты. Все, что мы с вами видим в небе, это высшие планеты и также мы частично можем видеть средние планеты или планеты чуть-чуть выше наших. Но они все равно относятся к средним планетарным системам. Я буду говорить об этих 14 планетарных системах, так упоминать, как они называются на санскрите. Самая высшая планета нашей Вселенной называется Сатья Лока. Лока на санскрите означает планета. Сатья – это означает благость или саттва. Самая высшая планета нашей Вселенной называется Сатья Лока. Продолжительность жизни людей на Сатья Локе равняется 15 триллионам 480 миллиардов земных лет. Практически для людей это вечность. Такое есть понятие. И будет вам жизнь вечная. Под ней планетарная система Джана Лока. Под ней Тапа Лока, Махар Лока. Махар Лока – средняя планета высшего типа. Продолжительность жизни на Махар Локе длится 4 миллиарда 300 миллионов земных лет. Сварга Лока. Сварга Лока – это обитель полубогов, где живут управляющие божества, то есть администраторы, которые управляют материальными законами в нашей Вселенной. Или если кто-то не может воспринимать такое слово, как полубог, на санскрите полубоги называются сурами. В современном мире живых существ, которые более высокого типа, ученые называют гуманоидами. Пхуар Лока. Пхуар Лока – это система планет среднего типа. Наша Земля относится к Пхуар Локе. Дальше под нашей планетой есть тип планет, которые называются тоже средними планетарными системами. И они относятся к типу земных планет, называются Биллосварги, или райские планетные системы земного типа. Но эти райские планеты земного типа заселены демонами. Под ними система Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала, Патала. И ниже этих семи планетарных систем находится 28 систем адских. Адские планеты – это планеты, на которых жизнь практически чувственных наслаждений лишена. Точно так же, как я, если вы помните, уже говорил примерное сравнение, даже сейчас среди наших стран есть страны более материально обеспеченные, где люди живут более беззаботно, и есть страны, где люди живут очень в материальном отношении плохо и в большей степени страдают. Допустим, взять Албанию и, допустим, Швецию. Естественно, в Албании люди больше страдают, чем в Швеции. В России, я думаю, тоже немножко страдают больше, чем в Швеции. Что это связано? Законом кармы. Карма порождается желаниями и деятельностью живых существ. Точно так же в этой материальной Вселенной существуют эти разные планетарные системы и существуют эти планеты адского типа. Люди больше привыкли воспринимать что-то через христианские какие-то понятия. Поэтому у многих вызывает смех, когда люди говорят об аде. Ад – это сказки. Или в лучшем случае, кто немного продвинутый, они думают, что это какой-то астральный мир, и там в астральном мире что-то происходит. Нет, это реальные планеты. Там живые существа могут находиться как в грубых телах, так и в телах другого типа. Это зависит от их греховной деятельности. Под этими адскими планетами находится океан. Океан, который называется Гарбхадака. Половина нашей Вселенной заполнена водой. А половина Вселенной имеет пространство, космическое пространство. И в этом космическом пространстве находятся вот эти 14 планетарных систем. Это сходится с некоторыми положениями современной науки. Существует 400 тысяч форм человекоподобных живых существ, которых мы бы назвали люди. Ну, в разных телах. С разным статусом кармическим. И заселяющие разные планетарные системы. И наша планета Земля является такой, как в автомобиле, нейтральной скоростью. Вот если вы хотите переключиться на 1-ую, вам надо через нейтральную. Хотите, на 4-ую. Чрез� desc second. Все через нейтральную. Основная деятельность живых существ проходит через эту Землю. Если вы хотите попасть на высшие планеты из нижших, вам надо родиться на Земле. Если вы деградируете, вы попадаете на Землю, потом деградируете вниз. И так всё через Землю делается. И Земля, по описаниям ведической литературы, имеет очень важный такой статус в мире. Именно через нашу Землю проходит ось Вселенной. Все через нейтральную. Основная деятельность живых существ проходит через эту Землю. Если вы хотите попасть на высшие планеты с низших, вам надо родиться на Земле. Если вы деградируете, вы попадаете на Землю, потом деградируете вниз. И так все через Землю делается. И Земля, по описаниям ведической литературы, имеет очень важный такой статус в мире. Именно через нашу Землю проходит ось Вселенной. И внутри этой оси есть коридор, ведущий в духовный мир. Поэтому многие мистерии и живые существа даже с высших планетарных систем приходят на Землю, чтобы воспользоваться возможностью попасть в духовный мир. И они сознательно могут получить здесь рождение. Поскольку наша Земля имеет определенный такой статус во Вселенной. Мы находимся в нейтральном положении. Живые существа, которые находятся на высших планетах, очень сильно привязаны к своим совершенствам. Вот наверняка вы видели, когда очень много богатств, человек привязан к богатству. Когда у него есть хороший интеллект, талант, он привязан ко всему этому. И его очень сложно приобщить к какой-то духовной науке. Есть просто замечательный пример в Библии, как Христос говорит, что легче верблюда протащить через угольное ушко, чем богатому попасть в Царство Бога. Поскольку богатый человек очень привязан к богатству, жаден, у него нету времени на духовную науку. Также люди привязаны к семейной жизни. Люди, обладающие мистическим совершенством, им тяжелее двигаться в духовной жизни. И Земля имеет такое нейтральное положение. Здесь мы 50 на 50 у нас. Мы, в общем-то, не обладаем особыми совершенствами, поэтому наша духовная потенция высвобождена. И когда мы начинаем страдать, вы заметите, когда люди очень сильно страдают, основная часть людей как-то автоматически склонна искать прибежище в боге. Но низшие планеты хватаются за технологии и за мистические совершенства. Высшие планеты только за мистическое совершенство хватаются. И за всевозможные яги, жертвоприношения. То есть существуют определенные механизмы, как поправить свое материальное положение. Без бога. Поэтому наша планетарная система, наша Земля особо оберегается духовным миром. И основная часть мессии, аватар и инкарнаций приходит именно на нашу планету. Ведическая литература описывает это как самое благоприятное место во Вселенной. И на нашей планете существует, только на нашей планете и ни на одной другой планете во Вселенной существует три таких центра. Вот как вот в организме есть чакры. Также именно во Вселенной существует три основных места. Это Джаганадха Пури, Навадвипа Майпур и Вриндавана. Такие места, которые сейчас находятся в Индии. И также на втором уровне пространства в районах, допустим, России это Кавказ. Ну и в разных других я буду говорить сейчас то, что близко. И эти места обозначены только на нашей планете. Только на нашей планете. И они являются проекциями духовных планет, которые называются Вайкунтхалоки. То есть живое существо при определенных практиках может попасть в эти места. И эти места являются вратами в духовный мир на планеты Вайкунтхи. Именно вот эти места, о которых я говорю. Точно так же, как, если вы знаете, в нашем мире существует очень много коридоров вхождения в параллельные измерения, где существуют разные цивилизации. Допустим, информация в сказках осталась. Иван Дурак упал в колодец и попал в какой-то подводный мир. И, в общем-то, там дышал. Он там не с жабрами был. И вроде как под водой, и вроде и дышит, и там нормально действует. И люди там немножко другие, но он с ними общается. Это люди, человекоподобные живые существа, своя цивилизация. Или, допустим, в огненный мир попал в огонь и не сгорел, а попал в какое-то странное место, какая-то цивилизация, своя природа. Или люди бывают в лес, заходят в какую-то пещеру и попадают в другой мир. В другой абсолютный мир. И на Земле существует очень много таких ворот, но в материальные миры. В материальные параллельные измерения. Или в миры, которые находятся, если вот мы с вами, допустим, люди трехмерного восприятия, мы думаем, что вот до Венеры очень далеко. Но здесь, прямо на Земле, можно попасть на Венеру мгновенно, войдя в этот коридор. И эти места ведическая литература зашифрованно обозначает по всей нашей планете. Где, куда, в какую пещеру, как войти. И живые существа, имеющие ключи, а чтобы получить ключ, нужно получить посвящение у духовного учителя. А духовный учитель появляется только тогда, когда человек созревает нравственно. А когда человек не созревает нравственно, то даже и мечтать об этом он не может. То есть, смотрите, как все защищено идеально. Вы меняетесь, по-настоящему меняетесь. Только тогда вы получаете духовного учителя. Вы строго следуете его указаниям. И только тогда получаете посвящение первое, второе. И только тогда можете каким-то образом узнать, как, где, что. Но без этого бессмысленно. Никакими науками люди практически не могут этого сделать. Это знание оберегается очень серьезно. И так, в нашем мире, на нашей Земле существует очень много этих коридоров, которые сообщают континенты, разные страны. Допустим, можно попасть на низшие планеты. В Бразилии, вот есть описание. В Бразилии есть такие места, подземные пещеры, ходы, туннели. И по этим туннелям можно попасть на дно Вселенной. И не так давно, в 60-х годах, археологи обнаружили эти туннели. И путем звука начали их, ну, знаете, там, эхолокация такая. И звук не вернулся. И они думали, сломались аппараты, что-то такое. В общем, и туда сколько и не идешь, потом там газ, кислорода все меньше и меньше, и они не могут. Но они знают, что туннель какой-то очень необычный. И этих туннелей очень много, допустим, в Бразилии. Есть также в Европе, в России есть. Они сокрыты от глаз. И живые существа, имеющие определенный статус, сенсорный, то бишь, кармический, нравственный статус. Если вы имеете сенсорные способности, но не имеете нравственного статуса, вас тоже это не сработает. То есть вы не сможете войти. И в большей степени, естественно, если у вас есть духовный статус. То есть какой-то определенный уровень восприятия Бога. Именно Бога. Поэтому вы замечали, да, в сказках, Ванька дурак, у него нет никаких сенсорных совершенств. Ничего. Он просто не стремится к власти, к почестям, к богатству. Ему не нужны женщины. Он не хочет мистического совершенства. И он не хочет себя объявить Богом. Он простой человек. Сердце его настолько чистое. Он делает все чисто, искренне, не желая никакой награды. Его просит, он делает. И он попадает в эти все ситуации. Но другие, никто не может попасть. Хотя у них есть и власти, и почести, там царь какой-то. И все, Ваньку отправляют куда-то. И Ванька ходит на Луну. Как он туда ходит, никто не знает. Итак, наша земля называется на санскрите Пхумандала. Это такой интересный диск. Его называют на санскрите Сапта-Двипа, состоящий из семи концентрических островов. На мишень похоже. Если вот мишень будем рассматривать, в центре единое черное пятно. И вокруг него кольца такие. Вот такие концентрические острова, разделенные шестью океанами. И мы с вами находимся в центре. В центре этой Пхумандалы. То, что мы называем землей. И в центре этого диска проходит ось вселенская, о чем я говорил, с этим коридором. И мы с вами живем на этом острове, через который проходит вселенский шпиль. Он называется на санскрите Джамбу-Двипа. Двипа означает остров. Джамбу – центральный. Центральный остров. Этот остров разделен на девять областей обитания, неотделенных друг от друга морями или огромными океанами. А эти области, их называют варши. Варши – это места обитания людей, цивилизаций, культур. И этот остров разделен на девять варши. И мы с вами живем на Пхарата-варше. То, что мы с вами сейчас называем землей, на санскрите называется Пхарата-варша. То, что мы называем землей. А не то, что более продвинутые живые существа называют землей. Ведическая литература описывается позицией великих риши и полубогов. Они видят этот мир так, как он устроен. Не так, как видим мы его, а как устроен он на самом деле. Берется такой удивительный пример, как приводят к слону пятерых слепцов. Они были слепы от рождения. Им сказали, вот это такое животное, слон, сейчас сделайте изыскание и скажите, каков слон. И каждый из этих слепцов считал себя мудрецом. Один подошел и схватил слона за ухо. Потрогав ухо, он пришел к выводу, что слон это такой какой-то большой кожаный лист шевелящийся. И он сказал, это большой кожаный шевелящийся лист, он живой. Другой подошел и сразу схватил слона за хобот. И говорит, он очень похож на змею. Третий взял его за хвост и сказал, червячок такой, веревочка или маленькая змейка. Тоже он пришел к этому выводу. Другой взялся за ногу и сказал, как столб такой. Смотрите, все они по-своему были правы. Так ведь? Все же по-своему правы. И они пришли к выводу, что слон такой, такой и каждый сказал. Но никто из них не сказал на самом деле какой слон. Все они были неправы. И в тот же момент их невозможно было осудить за то, что они говорят ерунду. Потому что на самом деле эти части были похожи на это. Вот так и многие знания. Невозможно сказать, что это совсем не так. И в то же время это не так вообще. И вот есть разные измерения и разные формы восприятия. Люди, которые представлены сейчас здесь, это люди, которые воспринимают все в трехмерном восприятии. То есть они мыслят так, действуют так. Все в трех измерениях. Это Бхарата Варша. Протяженность Бхарата Варши с юга на север 116 тысяч километров. Но мы с вами обучены в университетах. И любой ученый знает информацию о том, что диаметр земного шара 12800 километров. Окружность 42 тысячи километров. И радиус 6400. Земля наша такая маленькая. Голубого цвета планета. Мы отлетаем на каком-то корабле, который сделали, фотографируем. И ничего не видим. Круглая планета. Все. Потому что мы находимся в этом измерении. Но есть здесь, представляете, 116 тысяч километров. И мы из них воспринимаем только 42 тысячи. Это больше половины земли. Той земли, на которой мы живем. Мы даже не знаем о ней ничего. Многие не знают. И даже не предразумевают, что она не отделена ничем. Кроме гор. И средняя высота этих гор 16 с половиной тысяч метров. И в этих горах есть огромные тоннели, по которым живое существо может попасть в эти области. В другие варши. Где тоже живут люди. Но немного другого уровня сознания. Другого уровня восприятия. Я сейчас прочитаю вам название этих варш и этих островов. Мы с вами живем на острове Джамбу-Двипа. Рядом с нами Плакша-Двипа. Через океан. Очень большой океан соленый. И Плакша-Двипа в 10 раз больше, чем Джамбу-Двипа. Территория Джамбу-Двипы 800 тысяч километров. Этот огромный остров 800 тысяч километров разделен на 9 варш. И протяженность каждой варши 116 тысяч километров. Все это омывается океаном. Если переплыть этот океан, там находится Плакша-Двипа. И Плакша-Двипа в 10 раз больше Джамбу-Двипа по территории. За ней Шалмали-Двипа. Она в 10 раз больше Плакша-Двипы. За ней Куша-Двипа. Она в 10 раз больше следующей. Крау-Нача-Двипа, Шака-Двипа, Паушкара-Двипа. И так вот эти 7 островов. И каждый в 10 раз больше другого. Такая огромная земля на самом деле. Наша с вами земля, то что мы называем землей или Джамбу-Двипа, разделена на 9 варш. Илаврита-Варша, Рамьяка-Варша, Хиранмая-Варша, Куру-Варша, Хари-Варша, Кимпуруша-Варша, Пхарата-Варша, это наша варша, Китумала-Варша, Пхадрашва-Варша. Это название тех областей, которые рядом с нами находятся. И все они заселены людьми очень высокого уровня сознания. Даже те люди, которые живут сейчас здесь с нами на Бхарата-Варше, большая часть населения этой варши, они все живут 10 тысяч лет. И у всех у них процветает ведическая культура. То знание, о котором я сейчас вам говорю. Они живут только этим знанием. И они живут 10 тысяч лет. Они очень красивы. Описываются женщины и люди этой нашей Бхарата-Варши. И только самой деградированной части населения выделена определенная площадь, которую мы воспринимаем как 42 тысячи. И продолжительность жизни нашего в среднем 100 лет. Даже 100 не живем. И искажено пространство при помощи ситх. И люди не воспринимают больше ничего. То есть вот как Копперфильд устраивает. Там что-то есть, но он делает так. Свет, преломляется эфир. Но он не преломляет эфир. Он светом манипулирует. Предмета вы не видите. Есть еще более возвышенные живые существа. Они полностью искажают пространство, искажают эфир, свет и все. И живые существа не видят ничего. Таковы устроения материальной природы при помощи этих совершенств. При помощи ситх. То есть сенсорных совершенств более высокого могущественного диапазона. Чтобы дать такое сравнение, ведическая литература описывает, что в век Кали большая часть населения будет отделена в силу своей деградации. Это именно к нам относится. И многие живые существа с той территории общаются с некоторыми людьми, чтобы через них давать определенные постепенно знания. То, что сейчас я рассказываю вам, это знания не этого мира вообще. То есть это не связано с той варши или с той. Это связано с духовным знанием. То есть внематериальное знание. Но которое дает информацию о том, что происходит здесь рядом с нами. Для людей вот этой территории. Такое сравнение можно сказать, что это как вот на нашей земле есть свалка на Абхарата Варши. И людям, которые очень сильно деградировали, выделен определенный оазис. И они здесь воюют, кидаются бомбами, дерутся. Из себя изображают богов. Кто-то себя объявляет Кришной, кто-то Иисусом Христом. Они какими-то маломальскими ситхами владеют, самолеты там спасают. Но все здесь. И больше ничего не знают. И в лучшем случае, они что-то узнают о Шамбале. Шамбала это не так важно. Но для людей такого деградированного сознания, уже это является фантастикой. Фантастично. Они начинают называть махатмами по сравнению с собой. Но не по сравнению с теми, кто находится на более высоком уровне. То есть относительно собственной деградации они кого-то поднимают и относительно собственной деградации кого-то опускают. Я хочу, чтобы вы очень внимательно послушали и подумали об этом. Что все это разные виды иллюзий, то есть разные виды невежества. Когда люди точно не знают, что же такое знание, вот они все воспринимают знанием и думают, что это махатма уже. Это не махатма. Это еще не махатма. Итак, 400 тысяч человекоподобных живых существ заселяют нашу материальную Вселенную. И на каждой планете есть цивилизация. И также на нашей планете есть множество цивилизаций. Даже на этих 42 тысячах километрах, которые мы воспринимаем и реально видим как глобус, и это так и видится, для живых существ такого уровня с таким статусом кармическим воспринимается все так, как есть. И есть произведение ведическое, называется Сидханта Широмани, поведанное Богом Солнца, которого зовут Вивасван. Он поведал эту Сурья Сидханту специально для людей трехмерного восприятия, то есть для людей, которые будут деградированы, чтобы они смогли правильно использовать даже эту свою территорию и ту науку, которую они будут развивать. И Сидханта Широмани, если мы возьмем там четкие цифры, допустим, расстояние от Земли до Солнца, расстояние от Земли до Луны, она будет полностью совпадать с современными изысканиями астрономов. И Сурья Сидханта, ей много миллионов лет, она специально проявляется для людей, которые деградировали, чтобы они постепенно приобщались к ведической культуре. То есть видели, что за многие тысячи, миллионы лет все было описано и ничего нового, никто, ни одно живое существо не открывает. По сути дела, ученых-то нету. То есть человек думает, что он открыл какой-то закон, вычислил какую-то форму, но все ему дается только в силу его кармического статуса. И его статус – это деградация. То есть выше своего статуса кармического, используя материальные потенции, он не прыгнет. Только духовно он может перешагнуть через эти кармические свои проблемы, через те уровни знаний, которыми он обладает. Сейчас в нашем мире существует очень много разного знания, и я буду рассказывать о разных феноменах, в частности НЛО. Все наверняка слышали, читали в газетах, хотя официальные источники, они говорят, что нету ничего. Но если кто-то из вас слышал, в России есть крупный комплекс институтов по исследованию неопознанных летающих объектов и также живых существ, которые на них пилотируют. И руководителем всей этой организации является АЖАЖа. Слышали, может быть? Вот в свое время, когда я учился в институте, лекции АЖАЖа подпольно распространялись. То есть вся его деятельность была засекречена, и даже в институтах у нас был человек из спецслужб, который выуживал эти лекции. Запрещено было их читать. Нам говорили, что это все ерунда. Все это происки ЦРУ, что это ЦРУ делает. Нет никакого АЖАЖа, ничего. Но если вы знаете, не так давно, последние годы он часто выступает по телевидению. Он существует. Он как раз директор этого государственного комплекса этих научно-исследовательских институтов по проблеме неопознанных летающих объектов. И наше правительство выделяет огромные средства. Они знают точно на 100% и имеют неопровержимые факты того, что существуют другие цивилизации. Они с нами контактируют, прилетают, но у них нету правильного отношения к этому. То есть они все исследуют, не знают, кто это такие, откуда. Кое-что знают, но не знают, как к этому относиться. Также такие исследования проводятся практически во всех развитых странах. И особенно, конечно, мощные исследования проходят в России и в Соединенных Штатах Америки, то есть в космических державах, поскольку больше возможностей, есть больше аппаратуры и всего остального. Есть научный, интеллектуальный потенциал, который может работать в этом направлении. И каждое государство выделяет огромные средства, просто огромнейшие. Это исчисляется триллионами долларов. И все это из государственных бюджетов, то есть деньги населения. Итак, наша Вселенная материальная заселена разными видами живых существ. Я вот напомню, значит, что рядом с нами здесь живут люди, они живут по ведической культуре сейчас, еще до сих пор живут, продолжительность жизни их 10 тысяч лет. Говорится, что каждый мужчина обладает силой 100 слонов, то есть физически так сильны они. Женщины очень красивы, у них нет морщин. Процесс старения немного по-другому происходит. То есть на лице он не выражается, изнутри процесс старения идет. И внешне женщина, ну как вот у нас такое видание, старые волосы, там зубы повыпадали, нету такого уродства. Глаза, волосы какие у них, какая фигура, там вы не найдете кривоногого, или с каким-то уродством, безухого, глухонемого. То есть таких отклонений нет, поскольку там люди очень благочестивые, и статус кармический у них очень высокий. И также на других вот этих двипах, на других островах ведическая литература описывает, как устроено там все, как они живут. И есть такие манускрипты Еноха. Католическая церковь, допустим, очень хорошо их принимает. И там описывается, как он посетил семь небес. И если мы возьмем Шримад Багаватом и сравним с этими апокрифами, то мы увидим, что это описывается наша земля. Никакие небеса он не посетил. Он просто проходил через разные измерения вот в эти семь земель. Он посетил эти семь земель. Там, допустим, он описывает, что я попал на одно небо, где увидел огромное дерево, стоящее посреди этой земли, той планеты, на которую он попал, и от нее исходила река меда, река масла, река молока и река вина. Рядом с нами есть такое место, называется Илаврита Варша. Здесь с нами рядом. И вот на Илаврита Варше, Багаватом описывает, растет это дерево, от которого исходят четыре реки. Река меда, река молока, река масла и река вина. Даже эти так называемые сказки, которые сейчас называют сказками, Синбад-мореход, помните, да, они попадают в какие-то странные такие острова, где циклопы, Одиссей там тоже попадает. Все это реальные события описаны. И все это до сей поры существует. Но ни у кого нету такого статуса, как у Синбада, нету ни у кого такой нравственности, как у Одиссей. Они были лучшими уже из этого круга. Поэтому они еще были в состоянии входить туда. Так же, как Платон или Парацельс знали об этих живых существах, описывают эти параллельные измерения, миры, входы, могли с ними контактировать, так же, как Настрадамус описывает многих живых существ. То есть люди даже нашего уже близкого круга, многие лучшие из людей, были вхожи туда. Точно так же, как, допустим, Елена Петровна Блавацкая, в которой были показаны многие вещи, которые нам бы ни за какие деньги, ни за какие почести никто не показал. Поскольку есть еще определенный вот этот статус, нравственный, кармический статус и духовный статус. Итак, очень много живых существ здесь с нами взаимодействуют. Иногда мы думаем, что это тонкие живые существа, эфирные. Они не эфирные. Допустим, все мы знаем, есть такие живые существа, гномы, эльфы, феи, ситхи, ситхи, их называют. Кельты называют их ситхиа. В кельтском языке тоже есть санскретизмы. Ситха это означает тот, кто обладает совершенствами мистическими. И они вот своих фей называют на кельтском языке ситхиа, то есть обладающие необычными качествами. И есть упоминание в древних трактатах о таком короле Артурии, круглый стол короля Артура, если вы помните. Вот как раз он был аватаром этих фей. Он был рожден в таком месте Авалон. И у него был мистический меч. Это историческая личность. И все не могут понять, как он действовал, почему так происходило, откуда у него было такое могущество, как он мог появляться в нескольких местах одновременно. Для историков это загадка. И они думают, что те люди, которые описывали его качества, они обманщики. Ну так сказочность ему придали. Нет, он на самом деле обладал этой природой. Король Артур. Также очень много упоминаний в литературе католической церкви. Есть, допустим, раздел таких живых существ, которые называются суккубы и инкубы. Сифы и фофны их так еще называют. Это живые существа, которые вот в античной литературе были похожи, вот помните, сатиры, да, такие с рожками. Пол тела вроде похожа на человечество, но такие руки бывают, как копыта, иногда с тремя пальцами. И у них бывает то собачье пол тела, то, допустим, пол тела козлинное или лошадиное. И все эти живые существа существуют на самом деле. И ведическая литература их описывает идеально. То есть, церковь католическая только как факт представляет, но не дает правильного толкования. Но христианство в своей эзотерической природе очень много знает. Очень много. Так же как христиане знают точно на сто процентов, что Иисус Христос жил в Джаганадхапури шестнадцать лет, что он изучал бхакти-йогу, знал ведическую науку. Церковь католическая, допустим, Ватикан знает об этом на сто процентов. И в Ватикане существует сотни книг, которые описывают бытие Христа, как он проповедовал в Непале, как он обучался там у разных духовных учителей, и как он остановился на бхакти и жил в Джаганадхапури. Как он проповедовал, как его хотели кастовые браманы, которые защищали от невежды это знание. И как он распространил в тридцатилетнем возрасте, вернулся обратно к водам Иордана и три года проповедовал свою миссию. Потом, значит, распятие, то есть дал эту религию, в этом миссия была его. Итак, живые существа, всевозможные, которые вот мы видим, кентавры, минотавры, все это на самом деле существует, это реальные живые существа, они находятся здесь, многие живут на разных других планетах, но перемещаются по этим вот входам. То есть, есть определенные входы, по которым можно попасть буквально за несколько секунд перейти на самую высшую планету. Можно попасть в солнечную цивилизацию и воспринять ее не так, что там все горит. Нет, так же будет только материальный уровень в миллионы раз будет превышать наш материальный уровень. Более совершенные тела, красивые личности и все остальное. То есть, вы попадаете в другое измерение, и поэтому там все устроено по-другому. Там другие тела по-другому действуют, но люди выглядят точно так же. Две руки, две ноги, лицо, глаза, прекраснейшая внешность. Описывают солнечные цивилизации, очень красивейшие живые существа. Вообще, планета Солнца одна из высших райских планет. То есть, чем выше живое существо получает рождение на какой-то планете, тем более оно совершенно внешней, интеллектуально, нравственно, духовной и большими сенсорными способностями обладает. Допустим, египетская культура описывает разных живых существ. Помните, Анубис, Ра, всевозможные живые существа, поклонения, так же, как древние культуры ацтеков, инков, майя. Те живые существа, которые ими описывают, кого они называют богами, которые к ним приходили, описывают их внешность, или описывают потусторонних живых существ, рогатых, таких, кровожадных, которые нападают, то есть силы зла представляют. Все эти живые существа описываются не только в этих культурах, но и в христианстве. И есть, допустим, такое произведение в католической церкви, очень авторитетное. Был такой христианский просветитель в 450 году нашей эры. Он возведен в ранг святых, святой Августин. И он описывает как раз разделы демонологии, где он описывает разных живых существ, и он говорит, что не знать об этом или думать, что этого не существует, это полное невежество. Только люди, полностью отвергнутые Господом, утеряли это знание. И он дает полное описание, что же за вы и существа, как они с нами взаимодействуют, почему люди, многие, которые очень греховны, они даже не знают их существования, не могут их воспринимать, но они действуют на них. И только более-менее чистые личности могут чувствовать их, еще более чистые личности могут видеть их в разных проекциях. Точно так же, как вот эти феномены связаны с НЛО. В ведической литературе есть такой раздел, который называется «Виманика шастра». «Вимана» на санскрите означает «летательный аппарат». И это «Виманика шастра» один из разделов ведической литературы, который существует вечно, с момента творения. То есть вот 311 триллионов, 40 миллиардов земных лет существования нашей Вселенной, и ведическое знание существует постоянно. С первого дня творения оно существует и до последнего дня. Потом будет акт разрушения, новый акт творения, и опять знание будет всегда присутствовать. Есть вот этот раздел «Виманика шастра», где описаны все летательные аппараты нашей Вселенной, где, на каких аппаратах перемещаются живые существа, кто они такие, каким цивилизациям они принадлежат, какова их религия, каковы их цели и задачи, и какова их цель прихода в наше измерение, вот даже в частности к нам, к таким примитивным, казалось бы, людям, которые, в общем-то, не обладают ничем, что им нужно. Но для них мы очень продвинутые живые существа. И в каком отношении? Мы очень продвинутые для них в духовном положении. У нас очень развита духовная энергетика. То есть у нас импульсы духовные в большей степени развиты, чем у них. Они, хотя обладают сенсорными совершенствами, в сотни тысяч раз превосходящим, но духовная потенция их полностью осквернена. И, может быть, вы знаете, да, что в сказках описывается, что простой человек побеждал какого-то, который мог там, ну, как Кощей Бессмертный, да, у него какие уж там, он и летать мог, и голову, если ему срубаешь, и какой-то простой человек его мог победить. Точно так же ведическая литература научно раскрывает этих живых существ, которые, в общем-то, такие совершенные, в общем-то, у них столько материальных качеств есть, но в духовном отношении они все нищие. Поэтому они терпят крах постоянно, даже обладая этими изысканнейшими сенсорными возможностями. Они терпят крах. И люди более могущественны, чем живые существа, занимающие низшие планетарные системы. Не за счет своих технологий. Если мы начнем с ними технологиями, они нас тут же задавят. Но мы можем их победить своей духовной потенцией, то есть своими качествами. Это правда. И ведическая литература на самом деле описывает эти формы шакти, вера. Вот мы говорим надежда, любовь, милосердие, правдивость, аскетизм. И никто не знает, насколько это сенсорный потенциал могущественный. Все это относится к категории шакти. Шакти — это означает энергия. Нужно иметь определенную энергию, ее можно развивать путем правдивости. И вы просто можете сказать какую-то правду и разрушить какие-то определенные чары, силы. Если у вас есть любовь, просто даже материальную любовь, то есть сильная привязанность к какому-то объекту, вы выделяете тоже определенную форму энергии, шакти. Потому что любые чувства — это шакти, это определенные энергии. И люди, связанные с экстрасенсорик, они знают, что любое чувство — это шакти, то есть энергия. Гнев — это энергия определенная, радость — это тоже определенная энергия. Что же говорить тогда о благочестивых качествах? Правдивость, милосердие, аскетизм, чистота, недостатков других, независливый человек, щедрость — все это те же самые категории, которые позволяют давать эти энергетические импульсы, накапливать их и давать их. И вот эти силы, темные силы, они разрушаются под воздействием этих вещей. Сейчас люди не знают об этом, они утеряли, они думают, это какие-то нравственные. Но все на самом деле в ведической литературе отписывается с позиции энергии. Все это энергетика. И люди не знают, то есть материалистичными стали и недооценивают этих качеств, правдивость, милосердие, сострадание, дружелюбие недооценивают. Поэтому они лишают себя очень могущественных субстанций. То есть лишают себя многих сил. Поэтому продолжительность жизни их сокращается из-за того, что они не действуют таким образом. Сокращаются их сенсорные способности, то есть они тупые, очень тупые. Как тяжело понимают, как устроено другое измерение, такие элементарные вещи человек очень тяжело воспринимает. Он во что-то верит или не верит, то есть у него даже фантазия не работает. Куда-то дальше шагнуть он не может. Это все связано с тем, что человек полностью заглушил эти виды энергии, эти шакти. Доброта, правдивость, милосердие, сострадание и все остальное. И самое страшное, что он бесполезно растрачивает свою половую потенцию. То есть он не знает, что это за потенция и просто ее сбрасывает. Ведическая литература описывает, этот человек подобен вампиру. Он пьет собственную кровь и этим наслаждается. То есть таких живых существ ведическая литература называет глупцами. Их сравнивают с верблюдами. Верблюд ест колючки, колючки протыкают ему язык. Почему у него жажда нету? Потому что он постоянно пьет, сосет собственную кровь. И у него вот в этом аппарате, во рту все время влага. И поэтому чувство жажды очень длительное время не приходит. Но организм естественно обезвоживается. Так устроен его мозг. Поэтому есть четкое ведическое понимание, так же как есть ведическая математика, и она более точная, чем современная математика. Есть ведическая химия, которую раньше в Средневековье называли как? Алхимия. Когда вы можете путем разных энергий, сочетания разных видов природных явлений, соединять их и получать удивительные вещи. Можно сделать драгоценные камни из простых металлов, можно сделать из примитивных металлов кучу золота 999-й пробы. Но сейчас это знание полностью закрыто. И люди только догадываются об этом. В одном из разделов описывается, что очень легко сделать можно золото 999-й пробы. И оно не будет искусственным, будет настоящим, ничем не отличным от природы. Если вы возьмете сплав ртути, ртуть соединится с бронзой. Если даже взять современную таблицу, там есть такой атомный вес, такие цифры, то если сравнить, получится цифра золота. Но как это соединить, никто не знает сейчас. Вы можете просто увидеть по таблице Менделеева, что да, на самом деле, если одну прибавить к другому, получится цифра золота. Но как это сделать, никто не знает. Есть определенные процессы, которые люди даже не могут додуматься, то есть отупели. Они не знают, как это сделать. Но это довольно просто делается. И в определенных районах, которые закрыты от невежд, это может совершаться элементарно. Парацель сделал это элементарно. Об этом знал но они не раскрывают этих секретов, поскольку золото сейчас является причиной вражды, причиной алчности. Как вот Мефистофель говорит, тот кумир телец золотой. И рот на рот идет войной и все остальное. То есть большие проблемы. Поскольку золото это деньги, власть, кто-то хочет над кем-то господствовать и сразу большие проблемы. Точно так же, как вот у нас. Денежная масса, допустим, не соответствует золотому фонду. Вся наша экономика и та денежная масса это большой-большой один обман. Вот в царской России деньги подтверждались золотом. Вы знаете, что российская валюта прямо была. Доллар даже сейчас не имеет такой ценности, как раньше имели русские деньги по всему миру. Точно так же происходит в мире, когда происходит деградация. Итак, эти писания в разделах Вимани Кэшастра описывают разных живых существ, разные летательные аппараты. И чтобы узнать, какова природа этих живых существ, что они хотят, для чего они прилетают. В современном мире очень много фактов, как люди контактируют с разными живыми существами из параллельных миров, но если они скажут вам, то вы будете думать, что они сумасшедшие. Но они не сумасшедшие, они реально с ними контактируют. Очень много людей, богатых, миллионеров, которые контактируют с демоничными живыми существами, напрямую, реально контактируют с ними. Есть, допустим, последний факт такой, один из оккультистов, таких неопытных оккультистов, совершал определенные оккультные процедуры, и появилась перед ним женщина, ногая женщина, прямо из воздуха. И он, когда к ней прикоснулся, она была реальна. И он увидел, что у нее такие красные глаза, очень агрессивные. И он испугался и выбежал из этого места, где он находился. И она исчезла потом. Прошло какое-то время. И он, когда начал спрашивать у того человека, который его обучал, он ему сказал, что это была демоница Мохини. Ты открыл врата определенного мира через вот эту звезду, символ звезда, знаете, в круге, я так не буду углубляться в эти страшные вещи. После заката солнца об этом не говорят, потому что эти миры, они привлекаются. И ты вызвал Мохини, эту демоницу, это было в 75-м году. Ты вызвал демоницу, это их классификация Мохини. Мохини их зовут на санскрите. Католическая церковь их сравнивает с вот этими суккубами. Одна из разновидностей суккубов, таких живых существ. И они могут выглядеть по-разному. Есть разная классификация этих живых существ. Одни очень похожи на насекомых. Люди, но похожи на насекомых. На богомола, на скорпиона. Получеловек, полускорпион. Получеловек, полубогомол. И все они продвинуты в материальном отношении. И он говорит, есть некоторые похожие на нас очень. И вот к нему пришла эта Мохини, и начинался 12-летний цикл Сатурна. И он говорит, что если бы ты с ней заключил договор, то ты бы стал бы одним из богатейших людей на Земле. Она бы тебе дала материальные богатства. Но раз в месяц она бы приходила к тебе по ночам, чтобы удовлетворить свою сексуальную страсть. И она распространяет себя в 18 экспансий. И ты каждую должен был удовлетворить. Если ты бы не удовлетворил ее, то она бы могла разгневаться. Ты оккультист, она рассчитывает, что ты оккультист. Оккультисты знают, как сохранять половую потенцию. То есть есть определенные такие заклинания, которые могут давать возможность сохранять, возможность удовлетворить 18 этих экспансий. И он говорит, ты не опытен, слава богу, что ты с ней не связался. Если бы ты в течение 12 лет посмотрел даже с вожделением на какую-то другую женщину, у тебя бы сразу кровь горлом, и ты бы умер. Но она бы уничтожала любого человека. То есть стоит тебя кому-то оскорбить, как этот человек попадал бы в катастрофу, в аварию, заболевал и умирал. То есть она бы всех, кто вообще тебе какого-то зла желает, она бы всех этих людей уничтожила. И все 12 лет она бы тебя оберегала и опекала во всех отношениях. Это демоницы мохини есть такие, которые католическая церковь называет их суккубой. Также в буддизме есть упоминания такого рода. То есть об одних и тех же живых существах говорят разные писания, разные манускрипты, апокрифты, разные пророчества и все остальное. Итак, те живые существа, которые прилетают, их три разновидности. Есть нейтральные живые существа, живые существа, относящиеся к демоничным цивилизациям, то есть цивилизации, которые хотят поработить какую-то определенную цивилизацию. И живые существа благостные, те, которые относятся к разряду полубогов, то есть высших гуманоидов, которые всегда действуют на благо жителей, в частности, Земли и Вселенной. Нашу планету посещают и те, и другие. Я сейчас расскажу вам вся ведическая цивилизация, то есть совершенная цивилизация во Вселенной. Во Вселенной неважно, на какой планете живут существа, есть идеал государственности и идеал духовности. И веды являются основой всего знания во Вселенной, на какой бы планете ни жили живые существа. Особенно высшие планетарные системы идеально следуют ведической литературе. Бхагавадгиту, если вы возьмете вот эту книгу, почитаете, то там вы узнаете о том, что Бхагавадгита была поведана Богу Солнцу, Брахме, и Бхагавадгита объясняет, что все руководители планеты, то есть те, которые управляют планетами живые существа и их цари, все знают наизусть Бхагавадгиту и руководствуются в своем правлении государством Бхагавадгитой, то есть ведической наукой. Они имеют восемь достояний, то есть имеют мистическое совершенство от рождения и все остальное. Почитайте, это очень интересно, даже те, кто духовной жизнью занимается, вообще могут обучаться. Итак, на нашей планете, когда существует ведическая цивилизация, и сейчас существует ведическая цивилизация, но не на нашем уровне, не для нас. Сейчас здесь у нас нет ведической цивилизации, она только начинает зарождаться, то есть восстанавливаться, о чем я и говорил, золотой век 10 тысяч лет. И все те религии, которые у нас есть, они не ведические. Их называют оситхи врата. То есть как вспомогатели, чтобы совсем люди не деградировали. Не для того, чтобы они как-то ведически развились, а чтобы хотя бы не деградировали. И многие религиозные системы позволяют живым существам подняться на высшие планетарные системы. Но в своих эзотерических вариантах. То есть в каждой системе, вы знаете, есть экзотерическое знание, это вот для всех можно давать, и есть эзотерическое, то есть сокровенное при посвящении, то есть более сокровенные вещи, более могущественные, мощные практики. И ведическая цивилизация держится на пяти столпах, которые постоянно стремятся уничтожить демоны, то есть демоничные живые существа, и постоянно стремятся поддержать живые существа, обладающие божественной природой, то есть высшие живые существа. Какие пять столпов? Шимат Бхагав там описывает, первый, это защита браманов, носителей ведического знания. Если в обществе нет браманов, значит оно будет деградировать. То есть живые существа в следующей жизни будут либо животными, либо уйдут в демонические формы жизни и станут демонами, перейдут на эту сторону сил зла. Да, браманы просто обучали людей, давая им знания постепенно, систематизированные, и общество за это поддерживало. Но браманы они много не требуют, поскольку очень строго следуют всем ведическим принципам жизни. Поэтому очень легко поддерживать браманов, только давая им возможность распространять это знание. То есть давать им возможность посещать разные места, приглашать к людям, чтобы они давали это знание. Благодаря этому знанию люди становились благочестивыми. Сейчас мы видим, что браманы дискредитированы, неверующие люди толкование дают этим книгам. Это просто удивительно. И люди даже не понимают, что зачем их читать. Это же толкование людей, которые не верят, всю жизнь боролись с религией. Второе. Они не посвящены и дают толкование этим текстам. У них нет ключей, и они дают свои толкования. Это великая глупость тоже людей, они читают это все. Мусор этот весь можно взять и выкинуть его. Третье. Браманы, которые существуют сейчас в век Кали, в основном выдумщики разные. Кто-то в тюрьме сидел, там на него просветление напало, кому-то горшок упал на голову, он, видишь ли, Бога увидел свое учение, там открыл. Всех их ведическая литература называет мудхи, негодяями. То есть они завидуют Богу. Они хотят власти, почести, но на поприще религии. И они не принадлежат к цепи ученической преемственности, ни один из них. Ни Шричин Мой, ни Махариша Рабинда, ни Махеш Йоги, ни Сатья Сай Баба не принадлежит Парампаре. И люди не знают этого. Второй столб, который пытаются разрушить демоны и поддержать божественные живые существа, это защита коров. Именно коров, ни каких-то других живых существ. Почему? Веды утверждают, что нет аналога во Вселенной и никогда невозможно создать никаким образом искусственную аналогию молока. Настоящего молока. Это не такое, как мы там в пакете пьем. Это не молоко. Коровьего молока, которое ест траву нормальную, сочную, пасется на красивых местах. Единственный способ развить тонкие ткани головного мозга, это пить теплое молоко, парное молоко. Ведическая литература утверждает, что это единственный из вариантов, когда человек может развить тонкие ткани головного мозга, а значит задуматься о природе высшего бытия. Поскольку, когда тонкие ткани головного мозга развиты, человек задумывается, кто я, кто это, тело ли я, может быть я душа. Он начинает думать совершенно по-другому. То есть, происходят факторы очищения сознания через молоко. Это раз. И когда человек задумывается, благодаря употреблению молока, о смысле жизни, он естественно становится религиозным. Чего демонам ни в коем случае нельзя допустить. Иногда возникает вопрос, а что вот люди в деревне живут, молоко пьют и все равно нет? Они едят мясо. Имеется в виду, что пить молоко и следовать определенным правилам и предписаниям. Это как химия. Вот химики знают, что если какой-то компонент добавляется во что-то, реакция может быть обратная. То есть, вот как серная кислота в воду и вода в серную кислоту. Если вы меняете, разный процесс. Поэтому, если вы едите мясо, омлеты, разные яйца, занимаетесь сексом и пьете молоко, от него толку не будет никакого. Но если вы ведете правильный образ жизни, плюс пьете молоко, да, это будет срабатывать. И это единственный, самый могущественный продукт питания. Молоко так и называют в ведической литературе. Религия в жидком виде. Тот, кто пьет молоко и следует, он становится святым. То есть, он поднимается в духовном аспекте выше и выше. И второе очень важное качество молока. Из молока делают масло. Отопленное масло называется ги. Если вы возьмете риг веду, яджур веду, самоведу, адхарва веду, вы узнаете, что если брамана возливает ги в огонь и произносит определенные мантры, то есть звуковые вибрации, то благодаря этому жертвоприношению, огненному жертвоприношению, живое существо или живые существа могут получить все, абсолютно все. Здоровье, долгую жизнь, материальное богатство, хорошую религию и освобождение. И могут получить духовное знание. Именно через эти жертвоприношения. И это единственный способ для процветания. Никто никогда в прошлом, в настоящем и в будущем не достигал, не достигнет и не достигает процветания без этих вещей. Вся религия говорит о том, что любая эта аскеза, любой пост, любая деятельность делается для чего? Для удовлетворения Бога. То есть вроде как мы его дети и в знак своей признательности мы благодарим его, что мы живем, дышим, мы совершаем какие-то... То есть жертвоприношение это называется на самом деле. Ягья. Это ягья. То есть как вот вы говорите по телефону, и когда вы наговариваете, вам приходит счет. И вы должны оплатить этот счет. Что такое оплатить? Вы должны жертвовать. То есть вы должны отдать часть своей энергии. Здесь в материальном мире энергия человека, его труд воплощается в лакшми-шакти. Лакшми-шакти это означает, ну, деньги. Деньги. Вы просто берете, то есть какие-то материальные ценности, которые вы заработали. Ваша энергия трансформировалась в эти лакшми-шакти. И вы эти лакшми-шакти отдаете, вы оплачиваете то, чем вы пользуетесь. Сейчас в Кали-Югу практически это отсутствует. Поэтому все деградирует, ухудшается. То есть отключается. Смотрите, вы говорите по телефону, вам приходит такая большая длинная распечатка, вы должны заплатить. Если вы не платите, что происходит? Отключают же телефон? Точно так же и в жизни. Поэтому демоны знают об этом, что все эти жертвоприношения совершают браманы. И тем самым пополняют силы полубогов и общество развивается в духовном отношении. То есть их вытеснять начинают. И они уничтожают коров. Они приходят на средние планетарные системы, воплощаются в человеческие тела и проповедуют убийство животных и вредность молока. Казеин там в молоке. И так же вы заметили, да, что все наши скотобойни в основном направлены на уничтожение крупно-рогатого скота. Это как оленей? Коров. Сознательно уничтожаются коровы. Очень мощно и сознательно уничтожаются коровы. И никто не знает почему. И ведическая литература упоминает, что демоны, они будут это делать, в век кали они придут, и люди, поскольку не имеют духовного знания, они будут очень тупыми, и они будут принимать все это. И будут действовать таким образом. Поскольку это эпоха млечков, мясоедов, и они будут употреблять мясо коровы, они приступят к самый высший вселенский закон. Вселенная охраняет коров. И говорится, что человек несет такую же карму, как он убил родную мать. За одну корову, которую он убил или съел, или потворствовал тому, что кто-то ее убил, он несет, есть такой кодекс законов, кармический кодекс. Сейчас люди современные ничего не знают, но они наказываются именно по этому кодексу. Коммунист, христианин, кто угодно, наказываются по этому кодексу. В нем говорится, что шесть человек несут наказание. Шесть преступников. Тот, кто разрешил убивать животных. Тот, кто убивает животное. Тот, кто участвует в убийстве. Тот, кто покупает мясо. Тот, кто готовит. И тот, кто его ест. Вот эти шесть человек, описывает ведическая литература, несут равное наказание. Не важно. Вы его сами не едите, но вы способствуете тому, что убивали. Или разрешаете. Или готовите. Или участвуете в этом убийстве. И за убийство коровы человек несет кармическое наказание, как за убийство родной матери. Корова оберегается силами природы, космоса. То есть, вот мы видим человека, который мать убил, мы его вообще считаем какое-то животное. Вот точно так же воспринимается убийство коровы. Но сейчас нашу эпоху никто не знает, поэтому карма у людей просто безобразная. То есть, даже говорить о какой-то хорошей карме невозможно. Люди в очень опасном положении. Поэтому каждый раз на них обрушиваются болезни, эпидемии, войны. Все это связано с этой кармой. И поэтому ведическая литература говорит, первое, что нужно сделать в обществе, это остановить убийство живых существ. Это первая задача ведической культуры. Как должны быть браманы? Надо дать возможность браманам выйти в мир, чтобы они вот эти знания передали людям. И те люди, которые разумны, они начнут останавливать этот процесс. Рассказывать одно, сами следовать, и этот процесс останавливается. Нужно остановить убийство, в первую очередь, коров. Люди должны отказаться от употребления в пищу этих продуктов. Мясо, рыбу, яйца, все это не нужно, ни в коем случае. Коровы, сами знаете, не только уничтожаются нами, но основной феномен НЛО подтверждено во всем мире было. И многие правительства просто не хотят, чтобы это было связано. НЛО, особенно тарелкообразные, сигарообразные, с этими живыми существами, которые приходят, в основном целенаправленно уничтожают крупнорогатый скот и инфицируют их. То есть дают всевозможные болезни. И правительство стран знает об этом, но эта информация не распространяется, поскольку они не хотят, чтобы в умах людей проблемы были. И что же это за НЛО? Почему они уничтожают коров, а не что-то другое? Это демоничные живые существа, которые знают эти пять постулатов, которые нужно разрушить на этой планете. Значит, третий стоп, это растление женщин. В ведической культуре женщины всегда защищены полностью. Векали женщины все обмануты. И все женщины с позиции ведической литературы являются гулящими. Да, как ни странно. Векали, говорится, женщина живет с одним, в сердце носит другого, а думает о третьем. С позиции законов, ману, то есть прародителя человечества, который следит за этим. Если женщина при живом муже второй раз выходит замуж, она считается проституткой. И с позиции закона кармы она проститутка. Знает она, не знает, неважно. Если муж еще жив, и женщина вышла второй раз замуж, она кармически несет наказание, как прелюбодейка. А есть определенные законы. И они описываются в пятой песне Шримад Бхагаватам, как это все действует. Точно так же, как мужчина. Это и для мужчин, и для женщин. Но поскольку ведическое знание отсутствует, такая полная деградация. Все восемь раз, десять раз женятся, пятьдесят любовниц, там еще ищут новых. Это развален статус защиты женщин. И ведическая литература описывает, что в век Калли женщины деградируют только по причине того, что мужчины будут их обманывать. То есть, мужчины обманывают женщин. Поскольку у мужчин нету ведического знания, они не знают, как содержать семьи, как быть благочестивыми. Они не имеют никаких качеств. Но женщина, привлекаясь ими, думает, что он даст ей защиту, но видит, что он не способен ничего ей дать. Она разочаровывается, у них начинаются конфликты и все остальное. Я думаю, все это вы сами знаете. И женщина вынуждена искать другого мужчину. Или мужчина, он говорит, я тебя люблю, все будет нормально, давай скорее сексом займемся. В общем, процесс целомудрия нарушен. Но если кто-то из вас знает, что процесс целомудрия в женщине это мистическое плево, это очень-очень необычный факт. Девственница. Может быть, кто-то слышал об этом. Что во всех мистериях девственница это могущественное оружие. Не важно, какие это христианские, мусульманские, буддийские, ведические, какие угодно. И когда мужчина нарушает этот закон космоса, эта женщина несет страшнейшие последствия. Говорится, что если женщина вне брака потеряла свою девственность, она не может родить благочестивого ребенка. Она рождает только варна самскару. То есть ее дети будут мошенниками, негодяями. Не важно, кто он будет, президент страны или кто, он будет негодяем. Мы все видим это. И мужчины обманывают, естественно, женщину. Поскольку мужчины все не обладают той природой, которая необходима для того, чтобы женщина сознательно служила мужу всю жизнь. Вот есть, допустим, вы знаете, в религиях, там говорится, да у боится жена мужа, да, что жена должна служить мужу как господину. Вот в ведической литературе говорится, что женщина это служанка мужа. Она должна идеально выполнять каждую прихоть мужа. Служить ему, снимать ботинки, кланяться. На «ты» даже не имеет права называть. Но какого мужчину, как вы думаете? Естественно, если человек достигает определенного статуса, нравственного качества, то женщина, естественно, с огромным желанием начинает себя так вести по отношению к мужчине. Ведическая литература описывает, что у женщины в природе заложено такое поведение. И когда она видит настоящего мужчину, она хочет днем и ночью служить ему. Как угодно. И она в этом находит великое удовлетворение. То есть ее даже не надо заставлять. Поэтому, опять же, статус мужчин деградированный, никаких хороших качеств, трусы, лицемеры, обманщики. Пойдем мимо, а что будет? И мы видим, как мужчины в основном приобрели статус детей. В основном женщина, она тянет семью, она узнает духовную науку. И везде женщина впереди идет. Эмансипация называется. Ведическая литература описывает, что в век Кали будет вот эта проблема эмансипации, потому что деградация мужского населения будет. То есть мужское население будет обжоры, пьяницы, так сказать, прелюбодеи, вруны, лгуны. И женщина, она не восхищается мужчиной. Его вот этим благородством каким-то. И она изнутри просто знает, что это надо делать. И делает это в основном из-за детей. Поскольку женщина очень сильно привязана не к мужу, а к детям. Ну вот вы знаете, да, ради детей они все делают. Ради детей терпят. Маленький ребенок играет в песочнице, и мать ему кричит. И не ходи далеко. Проходит 60 лет, он с таким животом сидит, домино рубится во дворе. И она ему говорит, ты там что, ну-ка перестань. Смотрите, что изменилось. Он во дворе с животом, ему 60 лет, и она опять за ним следит. То мать следила, теперь жена следит. Куда пошел, заначки у него вытаскивает. Это разве мужчина? С позиции ведической литературы это дети. Большие дети. Они играют во всевозможные вещи, в политику, во что угодно. Но качествами не обладают. Женщины почему читают эти романы всякие благородные? Это их потусторонняя жизнь. То есть они-то хотят таких видеть рядом с собой людей. И они просто в книжках находят, в этих фильмах. И поэтому они приколаны. И говорят, ну-ка, Вася, отвали. Иди пил попей. Или еще там что-то. Иди почитай свою газету. Потому что статус нарушен. И это объяснено в ведической литературе век Калли, как это происходит. Я не хочу никого обидеть, это факт. Это факт, который никто не сможет опровергнуть. И также аборты. В ведической литература описывает это как просто вопиющее. Грех. Живое существо, которое попадает в чрево матери с момента совокупления, уже там присутствует. И сейчас, в нашу эпоху, люди не знают об этом. И они думают, что там нет человека, там какие-то сливы или что-то такое. И тот, кто совершает аборт, тот, кто делает аборт, тот, кто побуждает к аборту, женщины, которые абортируются, все они несут равное наказание. И говорится, что они сто тысяч раз должны быть убиты. Либо на войне, либо преступниками, либо какой-то болезнью. Но есть определенные условия, если вы помните, вчера я на законе кармы рассказывал, что есть определенные механизмы, которые позволяют изменить карму. То есть сжечь последствия своих греховных деятельностей. Далее, четвертый столб – это защита детей. Ведическая культура статус детей ставит очень высоко. Дети оберегаются. Но демоны стараются разрушить эти статусы. Дети становятся беспризорными. То есть родители не воспитывают своих детей. Почему? Потому что лишены знания, как правильно воспитывать. Как вот люди говорят, кушай мясо, а то замерзнешь. Это великая глупость. Мясо не греет и никогда не грело. Это выдумки. Так же, как вот люди пьют мочу и думают, что она помогает. В уме есть очень многие такие субстанции. Если вы себя хорошо убедите или вас кто-то убедит, вы можете это делать, и это будет работать некоторое время. Такой, знаете, фактор самовнушения, аутотренинг такой. И когда вот есть такая вера, что человек произошел от обезьяны в школе, в детстве, везде говорят, потом, когда уже говорят, нет, мы ошиблись, вы все равно в это верите. Вы даже в себе находите повадки обезьян, все, шерсть на груди. Вы уверены уже в этом. Поскольку вас атаковали с детства этим, да еще не один десяток лет и может быть не одну жизнь. Значит, институт детей разрушается. И сейчас вы знаете, как воспитывают. Покупают игрушку, дают деньги, но никто не занимается воспитанием. Вот такой принцип. Чем бы детей не тешилось, лишь бы не плакало. И в веды есть чарака самхита, где объясняется, как нужно воспитывать детей. Что, допустим, до пяти лет ребенок царь, и мать, особенно мать, должна до пяти лет ни разу на него не крикнуть, ни разу не стукнуть, что бы он ни делал. Что бы он ни делал. До пяти лет ребенок царь, и она должна его любить, тискать, ласкать, брать его на руки, прижимать к себе. Все это обмен энергетикой называется. И даже демоны знают об этом, и знают демоничные существа. И вот эти НЛО, они прилетают и заставляют женщин своих детей держать в руках. Очень много случаев описано. Сотни случаев, когда забирали женщину на корабль и давали своих детей. И просили, чтобы они пообнимали их. И передавали, у них нет этой потенции. Они очень черствые, очень материалистичные. У людей очень могущественная потенция вот этих отношений. И эта энергия передается. Они очень заинтересованы, потому что у них продляется жизнь, у этих демоничных живых существ. И многие факторы у них срабатывают. Они могут за счет людей поддерживать свои цивилизации путем получения вот этих разных форм энергии. Так же, как и половой потенции. Значит, дети. С пяти лет, как царь говорится, с пяти до шестнадцати солдат. Вот с пяти лет до шестнадцати уже говорят, нельзя, наказывают и все остальное. И с шестнадцати лет самый близкий друг должен быть. После шестнадцати лет давить уже что-то, воспитывать или наказывать бесполезно. Вот знаете, есть такая передача, я иногда смотрю на зло рекордом. Такая юмористическая. Там, сынулька, так сказать. И тут такой весь забитый, так сказать. Вот это воспитание все. Через силу. Ремня дать, избить до сотрясения мозга, так сказать, запугать и все. И все, давай вперед. И, ну, мать тоже не знает, как воспитывать, так сказать, хлещет или, так сказать, идет на поводу. И в итоге ребенок не... То есть нет ни науки, ни системы, как воспитывать, никто не знает. Пишут эти кучу трудов, Макаренко, и все они не работают. Все до одного они не работают. Потому что есть только одна наука, как воспитывать детей. Чарака Самхита. И она исходит из высших сфер. То есть это совершенное воспитание. И последний столб, который поддерживается в ведической культуре, на котором все держится, это старики. Институт стариков. И демоны тоже уничтожают его. Они знают, что эти пять вещей надо уничтожить. То есть защита стариков очень важна. В разделе кармы описывается, что вы берете любого старика, любого старика, просто старый человек. И если вы будете за ним ухаживать, то в следующей жизни вы можете получить богатство, красоту и здоровье. Просто ухаживая за стариком до последнего дня. Даже за посторонним. Что же говорить о своем близком? Об отце, о матери или о дяде. Таково качество во вселенной защиты старых людей. Итак, эти пять постулатов разрушаются демонами или поддерживаются живыми существами, обладающие божественной природой. Многие контакты с НЛО связаны, естественно, с демоничными живыми существами. Поскольку, если вы читали, многие кто-то знаком, очень много таких вещей, связанных с насилием. То есть воруют людей помимо их воли, приходят к ним в квартиры по ночам, появляются у них, забирают их на свой корабль. В основном берут анализы, то есть медицинские анализы. Описывается, что у этих живых существ очень развита генная инженерия. Они создают разные типы тел сами. Допустим, сейчас есть такое клонирование, слышали, да, из клетки можно сделать какое-то тело, туда будет помещено живое существо. Все это существует, все это работает, ведическая литература описывает четче все это, как это делалось в прошлом, как это делается в других цивилизациях до сих пор, которые не потеряли еще статуса такого ведического. Также это НЛО связано с сексуальными проблемами, то есть крадут женщин, вынимают у них плод, несозревший плод НЛО, и у них изымается плод, еще недоразвитый плод. Также совокупляются с этими женщинами-землянками, вот такого нашего уровня, или наоборот требуют мужчину, крадут и совокупятся со своей особью. То есть сейчас в мире сотни миллионов этих фактов в разных точках, не сговариваясь, люди описывают одних и тех же живых существ, один и тот же метод, как они их забирают, как что просят и что делают. Это демоничные живые существа, ведическая литература в прошлом описывает исторические события, допустим, в Бхагавадгите описано в прошлую эпоху, то же самое происходило. Итак, эти летательные аппараты, о которых я хотел рассказать, так, чтобы просветить немножко. Значит, первое, я хотел бы сказать, что эти гуманоиды негативного типа и гуманоиды позитивного типа, все они обладают основными совершенствами мистическими, даже демоничные живые существа. То есть те, которые направлены на разрушение духовного потенциала и всего остального. Я еще раз вам напомню, я вчера уже говорил об этом, значит, возможность видеть и слышать на расстоянии, общение на уровне мыслей и чтение мыслей, или использование любой речи, то есть они тут же мгновенно могут заговорить на вашем языке. Они прилетят в Россию, они тут же мгновенно смогут на русском говорить, я вчера уже объяснял, как это делается. Значит, возможность видеть и слышать на расстоянии, на большом, на огромном расстоянии, левитация или антигравитация, также способность изменять свой вес или вес предметов и людей без нарушения их материальной структуры, генетической и даже биологической структуры. Могут перемещать вас в любом месте. Очень много вы, наверное, слышали, что человек спит, вдруг его поднимает какая-то сила и прямо сквозь стены, через окно в какой-то аппарат его затаскивают и все остальное. Прямо сквозь стены. Конечно, когда мы будем говорить таким людям, они не поверят. Но это элементарные вещи, они описываются во всей ведической литературе, как войны велись, даже во время войны как это применялось. И вот эти живые существа, они обладают этими способностями. Значит, способность изменять размеры объектов и живых тел без нарушения их структуры. Способность перемещать объекты с одного места на другой без видимого пересечения пространства. Это способность, связанная с возможностью путешествовать в параллельные миры, более высокие измерения также. Прапти-ситхи называют. Так, способность беспрепятственно перемещать предметы через физические преграды. То есть, вот я говорю, через стены, через стекла, через что угодно, через землю, через воду. Эта способность передвигать предметы или самому передвигаться называется вихаяса-ситхи. Также есть тип путешествий, называемый мана-джава. В этом случае тело телепортируется из одной точки в другую. Мгновенно вы можете оказаться вообще на другой планете. Мгновенно. И эти живые существа мгновенно вас могут переместить за миллиарды миль от того места, где вы находились секунду назад. Дальше. Способность оказывать гипнотическое влияние на больших расстояниях. Вот ведические источники сообщают о том, что эти способности могут использоваться для дистанционного контроля мыслей даже живых существ. То есть огромного сообщества. Контролировать их умственную способность можно. Это называется вашитва-ситхи. Они могут становиться невидимыми. То есть переходить в другое измерение. Но вас наблюдать в этом измерении. Контачить здесь. Или могут свою структуру, вибрационное поле изменить, и вы не будете их видеть. Могут также изменить вибрационное поле, что вы будете сквозь них проходить. Но они реальные личности и могут вернуть свое грубое тело в этой вибрационной структуре оказаться. То есть вот такой принцип. Вот я, допустим, через эту книгу не могу руку просунуть, потому что мы в одном вибрационном поле находимся. Если бы я мог изменить вибрацию своей руки или книги, структуру вибрационную, на клеточном, на атомном уровне, сквозь нее бы проходил. Не меня, и она бы не порвалась, ничего. Я бы вытаскивал, и она осталась такая. Или через меня можно было эту книгу протащить и вытащить. И я бы тут же возвратился обратно путем психики своей, и все бы оставалось по-прежнему. Сейчас, кстати, в лабораториях эти опыты провели, и они были успешно проведены. То есть через деревянные предметы проталкивали разные предметы, не нарушая, вытаскивали, и ничего не было. То есть стакан перемещали через деревянные, изменяя структуру вибрационных полей. То есть все подтверждается. Вот такой деградированной наукой она еле-еле до этого, так сказать, додумалась. Дальше. Невидимость. Способность менять свой облик или генерировать иллюзорные телесные формы. То есть менять свою структуру тела. То есть человек может стать животным, там, каким-то любимым другим человеком. В любое другое живое существо или в любой предмет может с виду превратиться. Неспособность проникать в тело другого существа, другого человека и контролировать его даже на протяжении всей его жизни. Это осуществляется благодаря использованию сукш-машариру, умения действовать в тонком теле. Такие вот десять основных совершенств, ими обладают даже демоны. И особенно на нашем уровне с нами взаимодействуют со стороны плохих сил, демоничных сил, есть такие подземные планеты, называются билосварги. Билла на санскрите означает подсварга земля. В земле находятся под землей несколько планет. Находятся также в параллельном измерении здесь, с нами. И еще одна планета находится в атмосфере земли, одна из билосварг. И эти билосварги населяют так называемые донавы, доитии и донавы, они демоны. И есть разные категории этих живых существ. Кельтский фольклор называет их ши. И они говорят, что эти ши, они все потомки такой царицы Даны. И это сочетается с ведической концепцией. Да, на самом деле было время, когда их царицу звали Дана. Поэтому их называют донавы. Даже вот мы видим, что эти ведические знания были распространены по всему миру некогда. И все знали эти произведения. Бхагава, там, Гиту и все остальное. Мы находим подтверждение даже сейчас. Есть описание, как жители билосварг, донавы, они выбирают определенную личность, человека такого, который состоит из определенных амбиций. И они начинают ему внушать какую-то определенную философию. И он может описать философию демонов и воплотить ее на какой-то территории. Это как раз вот много тысяч лет назад уже был такой феномен, описанный в произведении Ромаина. Как Равана был такой демон Равана. Он был Ракшисом, царем Ракшисов. Ракшисы такие демонические живые существа. Ракшисы целой огромной колонии, раньше жили здесь, на земле. И вот он сказал людям, не надо Бога, не надо ничего. Просто живите как хотите, не надо никаких аскез, никаких молитв. Я просто построю вам золотую лестницу на райскую планету. И вы без всяких усилий просто попадете в рай. И я в свое время натыкался на эти лестницы в коммунизм, там все такое, что не надо Бога, все вы будете счастливы. Это все было уже. Это было и описаны эти философии. И как вот они навеивали своим представителям вот эти философии. Они сидели и писали целые трактаты. И всегда находилась та личность, которая принимала этот трактат и пыталась воплотить его в жизнь. Эту асурадхарму, асурические философии эти. И они какое-то время работали для какой-то категории людей. Карма, чья предназначалась как раз для воплощения этих идей. Итак, в разделе Виманика Шастра, то есть посвященный летательным аппаратам, описываются несколько категорий летательных аппаратов. Первый классифицируется как капотоваю. Капота означает умение двигаться в эфире. Ка – это одно из таких аббревиатурных санскритских понятий эфира. Еще эфир называют акаша, но иногда сокращенно называют ка. Капота означает движение в эфире. Ваю – это значит мгновенное, быстрое движение в эфире. Еще ваю – это одно из понятий воздуха, то есть на воздушных потоках двигаться в эфире. Вторая категория летательных аппаратов, более сложная, более сложная конструкция и более тактико-техническая характеристика, мощная, называется манаджава – мыслелеты. То есть они двигаются со скоростью мысли. Мысль, естественно, во много крат превышает скорость света. Свет вообще как телега движется по сравнению с мыслью человеческой. Их называют манаджава – летательные аппараты, которые двигаются со скоростью мысли. Еще их называют мантра-вимана. То есть при помощи звуковых вибраций приводится в действие их механизм, и они передвигаются со скоростью мысли. Мантра-вимана. Вимана – значит летательный аппарат. И третья категория есть – название акаша-патана. Летательные аппараты – те, которые двигаются в эфирных коридорах. То есть практически они могут двигаться во всей Вселенной без ограничений. Куда угодно – вверх, вниз. И они немного отличаются от капота ваю. Те в любом эфире могут двигаться капота ваю. А акаша-патана – только в коридорах. Патана означает коридор. И мгновенно соединяться с разными областями Вселенной. Очень быстро. Но не так мгновенно, как мыслелеты, манаджава. То есть в эфире нужно какое-то время перемещаться. Несколько часов, допустим, чтобы добраться до Солнца. Где-то час-два надо лететь в эфире. Раньше люди перемещались свободно на этих летательных аппаратах. И эти летательные аппараты сейчас существуют. В данный момент. Вот я как раз хотел прочитать один текст, чтобы было немножко представления. Какой уровень знания был в прошлую Кали-Югу. Багаватам описывают как предсказание. То есть это уже случалось, но все в будущем времени описывается. Поскольку эти произведения дают возможность человеку, который их изучает, знать, что будет в будущем. Что было в прошлом, но все время идет отсчет, как будто это будет в будущем. То есть это украшение санскрица для того, чтобы вы не потеряли связь. История длинная. И чтобы знать, почему так происходит, надо рассказать разные предыстории. И чтобы связь была не потеряна, такая игра со временем есть. Когда атеисты, досконально изучив ведическую науку, уничтожат обитателей разных планет Вселенной, летая по небу на невидимых космических кораблях в иманах, построенных великим ученым майей, Господь внесет путаницу в их умы и, облачаясь в привлекательные одежды Будды, будет проповедовать принципы, предшествующие религиозным. Вот допустим, один из стихов. Их очень много. Здесь есть очень много описаний, межпланетных сообщений. И Господь Будда приходит в каждую калиюгу. Но даже в прошлую калиюгу эти живые существа, атеисты, бороздили просторы Вселенной и уничтожали жителей других планетарных систем на вот этих аппаратах. И еще есть Вайкундхавимана. Вайкундхавимана – летательные космические аппараты, которые двигаются не только в материальном мире, но в них возможно двигаться в духовном мире. Но статус пилотов, эти пилоты должны быть махатмами. То есть полностью осознавшими себя душами. Они могут управлять и действовать. Если простой человек садится в эту Вайкундхавиману, в Вайкундхавиману, он не сможет ее управлять. Ну или в лучшем случае он может здесь в материальном мире на ней летать, но в духовный мир он не сможет на ней вылететь, поскольку у него статуса нет такого. Также есть летательные аппараты, категории Трипура называются. Это огромные материнские железные города или целые континенты, которые летают во Вселенной. И эти Трипуры имеют три уровня. То есть огромные континенты даже. То есть если сравнить по территории, допустим, взять Америку, Соединенные Штаты, то такой вот космический корабль может быть. Таких размеров по территории. И с тремя уровнями. И в них внутри, в этих космических кораблях, сотни миллионов маленьких Виман. И это такая постоянная плавающая база в космосе, на которой живут демоны. Вот Даити или Дановы. И ведическая литература описывает, что даже сейчас очень много этих летательных аппаратов, и они также бороздят просторы Вселенной, воюют и все остальное. И еще есть такие аппараты, последних категорий, называется Хираньяк Пура. Летательные аппараты Хиранья Пура Вимана, выполненные из драгоценных металлов, особенно из золота. У золота есть очень мощная энергетика. Современная наука мало что знает об этом. Платина, золото, то есть драгоценные металлы. Серебро, медь, также камни. Сейчас никто не знает, допустим, алмазы, камни, там, Александрит, Сафир. Никто не знает, на самом деле, потенциал этих камней. И все, что пишут, это лишь, ну, одна мизерная капля из океана того, что можно знать о камнях и о металлах. И ведическая литература описывает категории вот этих возможностей металлов, камней и всевозможных процессов, которые дают разные источники энергии для движения живого существа, для его здоровья. Может быть, вы слышали, что камни многие личности, то есть они были в прошлом живыми существами, людьми даже. И есть камни, которые разговаривают, общаются телепатически с вами, говорят вам, предсказывают ваше будущее, все-все-все, что угодно. Вы можете с ними дружить, они будут вам помогать везде. И они знают больше настоящего, прошлое, будущее. Они могут сразу, как вы вступаете с кем-то, они вам дают сигнал и говорят, вот это такой-то человек, есть даже такие камни. Но они не вступают в контакт с определенной категорией живых существ, потому что они знают, что люди могут использовать их для разрушения, то есть для разной грязной деятельности. И поскольку они попали в минеральную форму жизни за определенные грехи, но обладают этим могуществом все-таки, они хотят служить благочестивой личности, потому что благодаря служению добру они опять могут стать людьми. Но есть также живые существа, которые, наоборот, хотят служить злу. Значит, это вот те аппараты, которые перечислены в ведической литературе, и есть разные их разновидности и классификации. Также есть чертежи, рисунки ведические, как выглядят эти аппараты. И вот в основном тарелкообразные, дискообразные вот эти летательные аппараты, это аппараты, выполненные из разных металлов, металлические такие, примитивные, технократические. Это аппараты данновых, то есть демоничных живых существ. Сигарообразные. В общем, все, что выполняется из металла, из железа, это выполняется демонами. У них очень мощные технологии, и ведическая литература описывает их мир. Вот вы наверняка знаете, что есть северное сияние, но никто не знает, откуда оно исходит. Северное сияние исходит из низшего мира. Это Билла Сварга, подземная планета, она называется Пхаумы Лока. Лока означает планета. И там нету солнца, там есть огромные драгоценные камни, и они создают вот это свечение внутри. Там всегда день, там нету ночи. И день очень ясный, прекрасное такое небо у них создано, облака по нему, но нету солнца, звезд и луны. Все исходит от этих камней, очень мощных источников энергии. И вот на нашей поверхности видно это северное сияние. Это северное сияние, это отблески Билла Сварг, подземных Билла Сварг. Также многие аппараты действуют по разным путям, то есть здесь есть вот такой млечный путь, мы все знаем. Его называют Утараяна на санскрите или Деваяна. Яна означает путь, а Дева означает полубоги, то есть высшие живые существа. Эти пути сообщаются с высшей планетой материального мира, Сатья Локой. И также эти пути предназначены для того, чтобы йог или пилот какого-нибудь вимана, йог в частности может в собственном тонком теле или в своей духовной потенции уйти в духовный мир. И также живые существа на этих летательных аппаратах могут двигаться по этим путям. Сушумно называют на санскрите, это определенные виды солнечных лучей, по которым двигаются при помощи лакхима-ситхи, то есть такой антигравитационных способностей. И вот я себе тут выписал, в Вишну Пуране, что говорится, в ней сказано, что путь богов Деваяна или Утараяна лежит к северу от орбиты солнца. Если современно, это к северу от орбиты солнца, значит эклептики, к северу от эклептики солнечной. К северу от Нагавитхи, Накшатр, Ашвини, это перечисляются планеты на санскрите и созвездия. Ашвини, Пхарани, Критика и к югу от звезд Семириши. Сейчас я поясню, что это за планеты. Ашвини и Пхарати, это группа звезд в созвездии Овна, к северу от эклептики. Критика, это соседнее созвездие в Тельце, которое называется вот сейчас Плеяды. Ашвини, Пхарани и Критика входит в группу 28 созвездий, которые на санскрите называются Накшатрами, а по-русски называются Лунными домами. Это 28 основных созвездий, которые называются на санскрите Накаштрами. Планета Сапториши, семи великих мудрецов, это ковш большой медведицы. Люди произошли с этих планет, с семи планет великих мудрецов, Сапториши, с большой медведицы. Таким образом, есть вот этот путь, который называется Тараяном, который мы называем Млечный путь, и он так светится, как молоко разлитое. Почему называют Млечный путь? Но Млечный на самом деле, это мы так воспринимаем, что Млечный раз белый там. Нет, на самом деле это из древности пришло понятие Млечный путь. Путь молока, что означает? Ну-ка теперь вспомните. То есть путь реализованных религиозных личностей. Потому что молоко это религия в жидком виде. То есть те благочестивые живые существа могут двигаться по этому пути, по этому коридору. И в нашей Вселенной очень много этих разных пути. Вот, допустим, египетская культура в своих министериях была связана, многие цари были связаны, допустим, с созвездием Ориона. Манулока на санскрите называется. И многие цари, так сказать, выходцы оттуда, праджапати там живут. И есть тоже коридоры, по которым, вот почему эти пирамиды, там мумия, чтобы возвратить живое существо именно на это созвездие. Там коридор специальный в пирамиде был сделан, определенный. При определенном попадании луча света в этот коридор получил это живое существо, этот царь мог возвратиться. Так, эти способности перемещаться в эфире, не меняя своего тела. То есть люди перемещаются в эфире вот в таком же теле, в каком имя. И этот аппарат, если мы, допустим, сейчас бы и увидели этот, Вимана, он такой настоящий все, никакой-то не аморфный. Обычные люди могут перемещаться. То есть материю можно трансформировать и двигаться в эфирном пространстве. Очень с большой скоростью. Сейчас, в частности, этой проблемой занимался такой Джон Уиллер. Он до сих пор занимается, где-то даже Нобелевскую премию он получил за это. Который научно доказал, что можно на самом деле преломлять время, пространство и материю. Путем дифференциации определенных субчастиц можно это делать. То есть он говорит, что реально создать аппарат, который бы мог двигаться во времени и в пространстве. Но это все давным-давно известно. Он ничего нового не открыл, поскольку все эти аппараты двигаются и летают до сей поры. То есть он просто может быть с научной точки зрения для такого уровня людей пытается объяснить это. Еще что я хотел бы рассказать вам. Время вот мало, я хотел еще кусочек фильма показать такого и на ваши вопросы ответить. Ну, наверное, я закончу, потому что я вот заговорился. Я могу так сказать до утра вам рассказывать. Есть столько информации, что года не хватит, если вот так сидеть и рассказывать все. Завтра на практике, если у вас есть вопросы, я буду рассказывать еще, потому что времени мало.